Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу о том, как проходит процедура бьютификации губ или процедура увеличения губ и что нужно сделать, чтобы губы быстрее восстановились после процедуры. Итак, сама процедура занимает всего... Мария Ивановна, что происходит вообще? Опять, Дима сбежала, опять бабка твоя. А ну? А что это такое? Не, немножко снять вот дадите. Дима на обеде, видимо, я поняла. Ладно. Весь день вот так вот. Итак, первый день. Как же проходит сама процедура? Процедура занимает где-то 45 минут или 2 часа. Это зависит от техники, которую выберет ваш косметолог. Чем сложнее техника, тем дольше проходит процедура увеличения губ. Тоня, я уже не могу. Вот забери, пожалуйста, бабку. А что такое-то? Что это? Что такое? Это вот, Мария Ивановна, вот немножко. Потом можно, да, это вырезать будет? Я уже все забыла. Вот так весь день. Так, хорошо, ладно. Первый день. Как же проходит процедура? Это мы сказали, что она занимает 2 часа. И технику я тоже сказала, я уже забываюсь. Так, что я не говорила? Это то, что сразу после процедуры губы отекают. И отек будет занимать примерно 40% площади губ. И это абсолютно нормально. Поэтому, чтобы быстрее сошел отек, сразу после процедуры нужно наносить мазь. Например, траумель. Это очень хорошая мазь. Она как раз-таки способствует снятию отеков. Также можно под... Мария Ивановна, опять вы здесь? Хорошо, может, вы хотите в кадре сама рассказать? Потому что это невозможно. Что, что? Второй день, вот как? Что вы делали после процедуры? Старая? Вот. Любовь на голуби. Не такая уж и старая. Тут ходит, бегает. И так, во второй день после процедуры синяки более заметны. И отечность также более заметна. И это тоже абсолютно нормально. Поэтому, чтобы быстрее проходил процесс восстановления, необходимо наносить мази, траумель или троксивозин под пленку. Это будет способствовать скорейшему рассасыванию как раз-таки гематом. Далее. Что же происходит дальше? На третий-пятый день уже губки приобретают более нормальный вид. Еще, возможно, легкая асимметрия. Я не понимаю, что делать. Тоня, что нам делать с ней? На третий-пятый день губы уже приобретают более натуральный вид. Проходят гематомы, синяки, отечность. Я уже гематомы с синяками путаю. Дима, вырежем потом, ладно? Так. Губы приобретают более естественный натуральный вид. А гиалуроновая кислота, которую ввели как раз-таки в губы, мы гиалуроновая кислота, извините, это вырежем. Потому что у меня уже просто не хватает никаких нервов. Гиалуроновая кислота активно притягивает воду. И поэтому губы становятся более увлажненными, более естественными и натуральными. Если возникает сухость губ, то необходимо использовать бальзамы или гигиенические помады. Мария Ивановна. Вот это вот пытаюсь снять уже полдня. Я не знаю, что. Я даже забыла, что я говорила последнее. Хорошо. Как восстанавливаются губы? Они приобретают более натуральный вид на где-то пятый-седьмой день. Вообще я хочу сказать, что процесс заживления после процедуры у всех проходит индивидуально. У кого-то восстанавливается раньше, у кого-то позже. В целом конечный результат можно оценить только через 10-14 дней. То есть выводы делать через 7 дней совершенно неправильно. Если вы заметили легкую асимметрию или нелегкую асимметрию, в любом случае это рано. Нужно, чтобы прошло 14 дней. Также, если косметолог назначил массажи губ на 4-5 день после процедуры, то его тоже необходимо делать. В общем, надеюсь, это видео было вам полезно. А в следующем видео я расскажу, какие рекомендации необходимо соблюдать для скорейшего восстановления губ. Что нужно делать, чтобы губы быстрее восстановились, а чего делать нельзя.